В мире, где супергерои технологии сталкиваются в битве за будущее, один из самых могущественных врагов Супермена возвращается, чтобы уничтожить все, что ему так дорого. Его имя Брайниак, и он готов сделать свой следующий ход. Супермен готов защищать Землю, но будет ли этого достаточно, чтобы остановить монстра, который уже уничтожил целые планеты? Смотрите дальше, чтобы узнать об этом. Приятного просмотра. В начале мультфильма, предлагая себя в качестве заложницы, Луис Лейн оказывается втянутой в воздушную конфронтацию между ее террористами-заложниками и непредсказуемой супергерл. Прежде чем Супермен прибывает, чтобы спасти ситуацию. Вскоре после этого, зная гражданскую личность Супермена, Луис пытается убедить Кларка Кента сделать их отношения публичными, несмотря на его страх последствий. Но их спор прерывается с собранием персонала Дэйли Плэнет, прежде чем Кент уходит, когда их предупреждают о Метеоре. После перехвата его, Супермен узнает, что Метеор на самом деле является роботом, и он быстро побеждает его, прежде чем активирует маяк и доставляет его в крепость одиночества. Уже там, с помощью напуганной Супергерл, Супермен узнает, что робот на самом деле является беспилотником, контролируемым существом по имени Брейниак, киборг, который изначально был клоанским ученым, который подверг себя обширным кибернетическим и генетическим улучшениям. Там, как рассказывает Супергерл из своего опыта с монстром, Брейниак захватил и уменьшил столицу Криптона, Кондор, до разрушения планеты. При этом ее отец и мать пытались отслеживать его, прежде чем таинственно потеряли связь с Криптоном. Опасаясь, что придут еще беспилотники, Супермен летит по всей галактике, попытки отследить Брейниака, прежде чем найти его беспилотники, атакующие планету. Хотя он попытался остановить их, Супермен становится свидетелем того, как Брейниак захватывает столицу планеты, как он сделал с Кондором, прежде чем запустить ракету Саларагрессор, чтобы планета была поглощена взрывающей звездой. Этот взрыв сбивает Супермена без сознания, и он оказывается на корабле Брейниака, придя в себя в комнате для осмотра и пробиваясь через судно, прежде чем он обнаживает комнату, полную запечатанных городов, прежде чем его атакует сам Брейниак. В этот момент, подтверждая, что он пощадил Криптон из-за его будущего разрушения, Брейниак раскрывает, что он собирал информацию обо всех планетах, которые он посетил, прежде чем уничтожить их. Позже, используя космический корабль Супермена, Брейниак решает составить маршрут на Землю, одновременно отправляя Супермена в Кондор. После, уже внутри Кондора, его сила ослабевает из-за искусственного красного солнца. Супермен встречает своего дядю Зор-Элла и тетю Аллуру. После того, как он провел время с ними, Супермен формулирует план и сбегает из Кондора, используя роботов-покроителей. Уже оттуда Супермен отключает корабль Брейниака и перемещает Кондор на родную Землю. В это же время, когда Луис узнает от Супергерл, почему Супермен ушел, и предупреждает Пентагон о возможном вторжении Брейниака, поскольку он в конечном итоге отремонтировал свой корабль и прибыл в Метрополис. Несмотря на то, что все, включая Супергерл, делают все возможное, чтобы отразить его без пилотники, Метрополис заключен в бутылку, и Супермен, и Супергерл захвачены. После подключив Супермена к своему кораблю, Брейняк раскрывает, что Земля ничего не предлагает ему, а пытает Супермена, чтобы получить Кондор, прежде чем уничтожить нашу планету. Однако, рассказывая своему похитителю, что значит для него Земля, Супермен освобождается, а затем освобождает Супергерл и убеждает ее остановить ракету Салар-Агрессор, чтобы она не попала в Солнце. Помня слова Зор-Элла об идее Брейняка, Супермен выбивает его из корабля, и они разбиваются где-то в болоте. Уже там, когда он борется с Брейняком, Супермен заставляет Киборга испытать хаос самой жизни, вне его безопасных искусственных сред, которые он сам создал. В конце концов, совокупная умственная и физическая нагрузка достигает своего предела в Брейняке, и он взрывается, превращаясь в пепел и расплавленную машину. Чуть позже, после восстановления Метрополиса, перемещения Кондора на другую планету, чтобы восстановить его до нормального размера и создать колонию криптонцев, Супермен делает свою любовную жизнь с Луис, как кент публичной, сделав ей предложение. Но в финале нам также показывается, что помещенные в крепость одиночества останки Брейняка все еще оказываются активны. И вот Супермен победил Брейняка, но война еще не окончена. Брейняк уничтожен, но его наследие остается. Кондор восстановлен, и новая жизнь зажглась для криптонцев. Но в тени, среди останков разрушенного корабля Брейняка, что-то шевелится. Так что же будет дальше? Ждите продолжения. А я благодарю вас за просмотр. Прошу поставить лайк, подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующих видео. И если есть какие-либо мысли, напишите их обязательно в комментарии. До встречи в мире кино. Пока!